Армения тонет в болоте проблем. Ситуация становится хуже с каждым днём. На фоне всего этого не утихают акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Бывшие власти Кучаря и Саргсян, которые грабили страну и довели до пропасти, вновь рвутся к власти. Премьер же заявил, что кризис в стране можно разрешить через досрочные парламентские выборы. В столице Армении провели опрос среди граждан. Нужны ли досрочные выборы и кого они хотят видеть у власти? Большинство уверенно ответили, что только Никола Пашиняна. Выборы нужны, потому что страна находится на грани краха. Только и делают, что тут и там проводят митинги. У нас нет спокойной жизни. Что творится в Армении? Те преступники, которые грабили целыми днями страну, теперь проводят акции. Мы даже не можем из-за них нормально передвигаться по городу. Наш премьер-министр должен принять меры и наказать их всех. Почему он до сих пор молчит? Разве нормально, что они его оскорбляют, что избили руководителя парламента, а полиция не принимает меры, чтобы остановить их? Сегодня эти оппозиционеры уже выступают заявлениями, что нужно Пашиняна повесить, уничтожить, да и не только его, но и всю его семью. Где мы живем? Такое впечатление, что в самой отсталой стране Африки. Мы от бывших руководителей ничего хорошего не видели. И я, как студентка, очень довольна нынешними властями. Я сторонница Никола. Лучше него не вижу в этой стране человека. Никол все равно останется нашим руководителем. Народ не хочет видеть бывшие власти. Мы все знаем, что они из себя представляют. Сегодня этих оппозиционеров поддерживает несколько человек. Из-за этого Качаряна сегодня мы в таком тяжелом положении. Из-за Сержа Сарксиана я потерял свою квартиру и оказался на улице. Эти люди грабили и уничтожали нашу стану. Чего они еще хотят? Хватит уже. Пусть дадут нам хотя бы спокойно жизнь. Для них все предатели, они такие чистые. И пока идет борьба за власть, в Армении очередное подорожание. Обстановка накаляется. Терпение у граждан на пределе. Люди жалуются, что невозможно больше так жить. И хотят убежать из страны. Конечно, все подорожало. Остается только одно – убежать из этой страны. Выросли очень даже. Наверное, на 20% по всем продуктам выросли, да. И вот как вы с этим справляетесь? Как-нибудь с помощью детей. Дети помогают. Если б не дети, конечно, я бы не смогла жить. У людей нет работы. Живут в тяжелейших условиях. Нет у родителей денег, чтобы прокормить своих детей, поднять на ноги. Наша жизнь стала очень тяжелой. Еле-еле существуем. Заработанное хватает только на коммунальные услуги. Сегодня в Армении бьют тревогу. Страна совсем на грани. Или куда Армению занесет демографический кризис? Население Армении постоянно сокращается за счет эмиграции. В ближайшем будущем будет снижаться и уровень рождаемости. По словам демографов, это связано с неблагоприятными условиями для жизни. И в такие тяжелые для Армении дни, когда страна находится на краю пропасти, оппозиция борется за главное кресло. А Никол Пашинян уходить, конечно, не собирается. И народ поддерживает примеры. По мнению граждан, Спашинянам хотя бы есть надежды. А бывших властей, в лице Кучаряны и Сарксяна, они больше не хотят видеть у власти, так как эти люди себя уже показали.